Кинолог и собака работают в тандеме. Во время этого специалист даёт псу свободу и наблюдает за поведением своего питомца. На этот раз четвероногие охранители границ проходили полосу препятствий, находили наркотики у подозреваемых и задерживали преступника. Своё мастерство показали 17 служебных собак и кинологов из 9 таможенных центров Дальнего Востока. Как правило, в соревнованиях принимают участие наиболее лучшие представители. У нас их более 100 по всему Дальнему Востоку. Поэтому уровень подготовки у всех выше среднего. То есть хороший и отлично. Накладывается, конечно, волнение и на людей, и на собак. Кто-то волнуется больше, кто-то меньше. И, естественно, как в любых соревнованиях, кто-то выступил лучше. Соревнования проходили в 5 этапов, один из которых состоял из заданий на послушание. Эта дисциплина требует от животного полного подчинения кинологу. Она важна потому, что в работе поисковые собаки проявляют инициативу и самостоятельность. Но на этом этапе соревнований они должны точно исполнять приказы хозяина. Общий уровень можно оценить как хороший. Подготовленность на хорошем уровне. Все прошло, в общем-то, запланировано. Ошибки учтем. Будем двигаться дальше. Александра на соревнованиях участвовала вместе со служебной собакой – бельгийской овчаркой Малинуа. В этом году они стали лучшими в состязаниях по поиску подконтрольных объектов на грузовом автотранспорте и на этапе послушания. Собака проявляет себя замечательно. Она очень любит поиск. Она всегда мотивирована и обожает свою работу. Иногда даже избыточное рвение проявляет. Она очень любит слушаться конкретно этой собакой. То есть она бывает у всех по-разному, но она обожает и поиск, и послушание, и что-то делать. Она знает множество трюков, она танцует. То есть она просто очень любит это все. Повышение уровня профессиональной подготовки, закрепление навыков по пресечению провоза наркотиков, а также обмен опытом между кинологами – основные задачи соревнований. Соревнования были достаточно сложные, но тем не менее все справились с постоянной задачей. Триумфаторами состязаний стала команда Камчатской таможни. Второе место заняли специалисты-кинологи-находки, а третьими стали владивостокцы. Ирина Дубинина из Камчатки стала лучшей в личном зачете, а также на этапах поиска наркотиков на легковом транспорте и в помещениях. Помог ей в этом четырехлапый друг Вест – породы бельгийской овчарки Малинуа. Для меня, конечно, это не так, ну как, неожиданно. И на самом деле это просто большой-большой труд, очень много терпения. Это все зависит от терпения человека, потому что это как с ребенком. У нас тандем с малышом, поэтому у нас такого нету, у нас все легко, все, он схватывает быстро, очень легко обучаемый, поэтому, ну и послушный, хороший мальчик. Теперь эти специалисты-кинологи со служебными собаками войдут в сборную ДВТУ, которая в июле примет участие в чемпионате Федеральной таможенной службы. Отметим, только за прошлый год служебные собаки Дальневосточного таможенного управления помогли выявить 279 попыток незаконного перемещения через границу запрещенных веществ. А с начала этого года они предотвратили уже 100 фактов использования подконтрольных веществ. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.